Всем привет! Вы на канале Вечное Лето, и в этом выпуске я вам покажу нашу новую студию в Таиланде. Вы готовы? Заходим! Добро пожаловать! Новая квартира нам очень нравится, и важным ее преимуществом, конкретно для меня, является наличие нормальной, настоящей, полноценной кухни! Та-дам! Кстати, здесь везде в доме такие выключатели, они не просто включают и выключают свет, они его регулируют от более мягкого до более светлого, яркого. Поэтому можно делать в доме такую достаточно приглушенную романтическую атмосферу. Что у нас есть на кухне? Когда мы сюда пришли, я просто была поражена тому количеству кухонной посуды и вообще всех принадлежностей для готовки. Во-первых, здесь есть вверху две вот такие вот большие закрытые полки. Вот. И здесь хранятся всякие бокалы, стаканы, кружки. Единственный минус этой полки то, что она тяжеловато для меня открывается. Здесь, значит, у нас всякие специи, что-то привезла я, что-то здесь уже было. Кухня в таком красном цвете и вообще вся квартира выполнена в таких красно-черно-белых цветах. Мне это очень нравится. Мне очень нравится, что здесь глубокая такая просторная раковина. Когда я что-либо мою, вода не выплескивается отовсюду, ничего не заливает. Это очень удобно. И вот этот кран, вот такой вот выгнутый, он позволяет мыть всякую глубокую посуду вообще без проблем. Дополнительным преимуществом этой кухни является наличие фильтра для воды. Как вы уже знаете, мы вам часто рассказывали, что в Таиланде нельзя пить воду из-под крана, нельзя на ней готовить. Нужно ходить в специальный автомат и набирать питьевую воду. Здесь эта проблема решена. Нам больше, Саше, не придется таскаться с бутылками. Ура! Вот так выглядит вся эта система. Смотрите, сколько здесь всяких ложек, вилок, ножей, даже ножницы есть. Еще здесь есть электрическая плитка. Вот такая вот она сенсорная, очень удобно ей управлять. А что еще? Вот мультиварка. Смотрите, у меня тут, кстати, готовится наш сегодняшний обед. Вот это морепродукты с картошкой, луком и помидоркой. Пусть готовится, мы уже немножечко хотим кушать. Когда закончим, как раз поедим. Мультиварку я привезла с собой, ее здесь не было. А в самом нижнем ящике у нас целая коллекция всевозможных сковородок. Смотрите, всякие разные ковши, кастрюля. В общем, супер. Я теперь счастливый обладатель кухни. Что еще? Мы вообще не планировали квартиру с этим, но это здесь есть. И меня это тоже очень радует. Это отличный бонус. Стиральная машина! Вот. Теперь не надо ходить к тайцам, не надо стирать на улице, в прачечных. Можно стирать дома. Самой. Единственное, что странно, вы можете сказать, Света, а почему твоя стиральная машина стоит на двух шкафчиках? На самом деле, хозяйка это так придумала, потому что, когда машинка отжимает, она жужжит, стучит. А благодаря вот этим вот ящикам нет никакого стука. Все тихо, мирно. У слада для моих утомленных глаз. Большой вместительный холодильник. Как вы знаете, я просто обожаю готовить, и теперь у меня активно развивается моя кулинарная рубрика «Да». Поэтому мне просто был необходим большой холодильник. Мы периодически смотрели квартиры в новых комплексах, но там были вот такусенькие малюсенькие холодильнички. Ну что я туда положу? Ничего. Придется опять выбирать между молоком и канистрой сока. Я больше так не хочу жить. Хватит! И смотрите, какая здесь здоровенная, офигенная морозилка. У меня даже, кстати, пока не хватило продуктов, чтобы ее наполнить. Здесь у нас лежит красная рыба. Мы с Сашей закупились. Смотрите, нам ее уже порезали. Это лосось. Всякие морепродукты. И, в общем, здесь есть еще классная штука, которая делает лед. Представляете? Я так радуюсь, потому что у меня никогда такой штуки не было для льда. В общем, для меня это новинка, а я всегда радуюсь классным новинкам. И переходим к основному отделу. Та-дам! Вообще, это не самый большой холодильник в мире, но мне сейчас этого больше, чем достаточно. Для нас двоих с Сашей это прям самый оптимальный вариант. И еще, смотрите, наши друзья из Владивостока подарили нам магнитик Владивосток. Видите, какой у них здоровенный, красивый мост. Еще один бонус этой квартиры. Микроволновка! В прошлой квартире она у нас была одна на этаже, здесь, в нашей собственной юрисдикции. Ну все, закончили с кухней, и давайте перейдем к туалету и ванной. Прошу. Вот наша новая гигиеническая комната. У нас здесь такая красивая раковина, большое зеркало, все причиндалы и даже весы. С одной стороны это хорошо, с другой стороны это плохо. Так, идемте дальше. Мистер унитаз. Унитаз обычный, унитаз белый, классический. И переходим к душу. Смотрите, что у нас здесь. Горячая вода. Но мы до сих пор не нашли водонагреватель. И, пожалуйста, скажите, куда его спрятали? Где он? В общем, напор регулируется, и холодная, и горячая вода. Полочки для всяких принадлежностей в ваннах. Здесь еще есть вот такая вот перегородка. Смотрите, она защищает ту зону, туалетную, так сказать, зону от воды. Мне кажется, это очень простое, интересное и вообще классное решение. Его легко мыть, это зеркало, и оно как-то, ну не знаю, легко смотрится. Мне нравится, однозначно. Смотрите, что здесь есть еще. Это первый в жизни туалет с таким большим зеркалом. Это зеркало по форме мне напоминает сред колбасы докторской. А еще здесь есть какая-то сидушка или сиденье, в общем, для душа. Один моется, другой размышляет о жизни. Смотрите, смотрите. Картина. Доминик Гандин. Ну, достаточно прикольно. Жалко, что я ничего не соображаю в живописи, и тем более в абстракции. Так что я не могу рассказать, о чем эта картина. Ну и все, переходим в комнату. Она просторнее, чем у нас была. И здесь есть очень классный, большой, вместительный шкаф. И для меня это просто вторая радость после кухни. Я думаю, что все девочки, женщины меня поймут, потому что это действительно радость для любой представительницы прекрасного пола. Смотрите, во-первых, здесь есть большой такой отдел, куда поместилась вся наша с Сашей одежда. Куча всевозможных полок, которые выдвигаются, которые не выдвигаются. Вверху также много полок. Вот, смотрите, подушка еще есть. Кстати, помните, мы вам рассказывали, что у нас с Сашей извечная проблема с проводами? Они были повсюду. Они раньше как змеи опутывали все наше жилище. Все, милые мои, я больше об вас никогда не буду спотыкаться. И мне еще очень понравился вот этот отдел. Смотрите, какой высокий шкаф с полочками. И туда вниз поместился даже наш чемодан. А в этом шкафу еще подушки. В комнате также присутствует большое колбасообразное зеркало. Также здесь есть большой стеклянный стол, за которым уже стоят наши с Сашей ноутбуки. Мы здесь работаем. Два стула, за которыми мы спокойно помещаемся вдвоем. Они вот такие вот металлические, и спинки достаточно жесткие, поэтому мы под спину подкладываем подушки, которые вы видели в верхнем ящике. А теперь посмотрите на потолок. Что у нас на потолке? Какое-то прям инопланетянское решение. На самом деле это на потолочный вентилятор. Давайте назвать его так. Достаточно эффективный, хорошо гоняет воздух. Но единственный минус в нем это то, что когда он крутится, люстра вся шатается. И такое ощущение, будто сейчас она рухнет тебе на голову. Поэтому мы его как-то один раз только включили, и, наверное, больше включать не будем, дабы не экспериментировать и не рисковать. Но хотите, я включу? Только ради вас. Если она упадет мне на голову, это будет служебная травма. Смотрите, смотрите, как люстра ходуном ходит. Еще в этой квартире есть зона развлечений, которая представлена вот таким вот плоским телевизором LG и аудиосистемой. Смотрите, там даже есть сабвуфер. И за счет того, что у нас нет соседей ни слева, ни справа, мы можем им активно пользоваться. Так сказала наш хозяйка. Следующее тут есть электрический пылесос. Я им еще не пользовалась, но надеюсь, что он мне станет надежным помощником и будет служить мне верой и правдой, и помогать в уборке помещения. В этой студии не одно, а сразу два окна. Первое вот такое вот небольшое, и с него открывается красивый вид на знаменитую башню на Протамнаке. А второе это большое полноценное балконное окно. Смотрите, какое оно здоровое. Следующее, переходим к зоне отдыха, которая представлена большой двухместной кроватью. Кровать хорошая, кровать обычная, в меру мягкая, в меру твердая. Мне нравится. Что еще интересно? Это вот эта потрясающая картина. Сначала она меня пугала, потому что, как мне показалось, на ней изображена какая-то женщина садомаза. Потом она вызвала у меня интерес. Я начала разглядывать ее ноги, руки, и выяснила, что женщина-то довольно странная. Лицо-то у нее из обычной кожи, а ноги красные. Картина непонятная, если вы знаете, о чем она, то обязательно напишите нам в комментариях, мне будет интересно. И давайте перейдем на балкон и посмотрим, что у нас там. Та-дам! Большой, просторный балкон. Смотрите, что у нас здесь есть. Ну, у нас тут немного чего есть. Это вот такая вот сушилка для белья. Стол, два стула, за которыми мы вчера завтракали. Было прикольно на улице завтракать. Еще здесь есть вот такой вот вентилятор, который красного цвета. Все в красно-черно-белых тонах. Что еще? Здесь есть очень классная штука. Смотрите, вон, наверх, наверх. Как это бы назвать? Козырек, не козырек? В общем, такая штука типа плотной занавески, которая вот так натягивается на весь балкон. И защищает ваш балкон, ваше жилище от солнца, которое здесь достаточно сильное. Сегодня не очень солнечная погода, это очень хорошо, приятно, комфортно снимать. А теперь, друзья, посмотрите, какой у нас открывается вид. Та-дам! С нашего балкона видно море. Вообще, вид на море был для нас совершенно не важен, но то, что его видно, это приятный бонус. Вообще, я очень рада, что мы сюда переехали. Эта квартира полностью удовлетворяет все наши потребности. Мы как бы не планировали переезд, но как-то быстро подвернулся хороший вариант, и мы его буквально за день сняли. Я очень рада, мне нравится это место, мне нравится этот район. Раньше мы жили в районе Джомтьен, сейчас мы живем на Протамнаке. Наш вид не только на море и на город, но еще и на бассейн, который находится внизу. И сейчас я предлагаю спуститься и посмотреть его поближе. Хотите посмотреть на бассейн? Хотите? Тогда пошли. Спускаемся на первый этаж. На нижнем этаже у нас есть парковка для машин, для байков, и мы с вами уже видим бассейн. Вода достаточно прохладная. Классно. Мы любим прохладную воду, потому что на улице очень жарко. Бассейн и поручни, вода достаточно прозрачная, и мы видим, что он сделан от менее глубокого до более глубокого. И там вон есть пространство, где прям, я не знаю, метра два, наверное, с лишним. Ну и все, тут больше смотреть нечего, бассейн мы посмотрели, и теперь я предлагаю переместиться на крышу. Говорят, оттуда открывается очень красивый вид. Вау, чик! Ребята, да тут не просто крыша, да тут облагороженная крыша. Господи боже, господи боже, что я вижу. Смотрите, какой открывается вид с этой крыши. А вид открывается на потрясающе красивый остров Колан. Тут всякие лавочки, столики, большие цветы в горшках. Когда дождь или сильное солнце, можно здесь комфортно разместиться. Кстати, да здесь можно видео записывать. Переместились обратно в квартиру, и теперь давайте я вам расскажу про цены. Эта квартира на месяц стоит 8000 бат, при годовом контракте и депозит 8000 бат. Коммунальные услуги оплачиваются отдельно, и значительный минус этой квартиры в том, что здесь нет интернета. Он сюда не проведен, здесь нет Wi-Fi, поэтому этот вопрос нужно решать как-то самостоятельно. Ну а на этом у нас все. Большое спасибо, что посмотрели это видео, вы были на канале Вечное Лето. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете о нашей новой квартире. Увидимся в следующих выпусках, мы вас очень любим. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok